приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен поиску файлов в линуксе если меня слышно хорошо без всяких артефактов ми 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 то напишите плюс в чат ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зод константин герасименко и сертифицированный инструктор академии циска и линукс профессион института кандидат технических наук по специальности информационные технологии но здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру один специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе леонид байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать но ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умения и навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к стабильному хорошему прогнозируемому будущему поэтому присоединяйтесь и так коллеги что же мы сегодня с вами будем выполнять на мастер-классы мы посмотрим пять утилит с помощью которых вы можете искать файлы в линуксе да то есть бывает такое что надо что-то найти какой-то файлик ну и вот возникает вопрос а как его искать вы скажете есть же команда find до команда find есть но но это говорится не панацея есть другие еще возле различные утилиты с помощью которых можно достаточно легко найти то что вам необходимо ну и собственно что важно то что эти утилиты уже установлены в вашем линуксе в вашей системе и по большому счету вам осталось только освоить эти утилиты да то есть по по запускать по нажимать поискать и как результат вы сможете легко найти нужные вам файли нужную вам информацию на вашем линуксе и так давайте тренироваться значит что важно то что для того чтобы вам было легче выполнять сегодняшнее задание мы написали статью в блог 5 команд для поиска файлов в линукс ссылку на эту статью вы можете найти под этим видео ну или в чате вот поэтому пожалуйста коллеги в описании до или в чате ссылочку переходите и соответственно можно легко сделать control c control в и не нужно там крыль всматриваться в картинку где может быть что-то не очень то и видно итак поехали значит в первая утилита который мы сегодня будем пользоваться это все-таки команда find почему потому что это наверно такая самая популярная команда ну и она много чего позволяет выполнять да то есть в этой команде find больше 50 опций мне кажется что вообще можно наверное отдельно мастер-класс сделать по файду вот поэтому можно что угодно делать этим файдом вот но но в в чем проблема в том что из-за того что опции очень много то как говорится никто не умеет ее пользоваться поэтому какие варианты какие варианты но вариант номер один это просто взять написать find ну и спросить help до help и так я разверну на весь экран нажимаю help ну и вот собственно help небольшой на самом деле там вариант 2 как получить помощь коллеги это написать man find здесь мне кажется примером будет побольше поэтому можете тоже как говорится поискать но не всегда опять-таки смотрите здесь help а тоже как говорится не очень-то и много да значит поэтому все равно можно искать можно смотреть вот да поэтому вот вот такие вот варианты но как же нам искать файл данном же нужно файл найти поэтому опции здесь на самом деле достаточно простые пишем find дальше коллеги нужно указать где искать где искать значит в примере в этой статье я поставил точку точку да то есть вот это вот маленькая точечка которая которая вот где моя мышка там который не очень-то видно вот эта точка означает что выполнять поиск нужно в текущей папке да то есть в текущей директории там где я нахожусь вот это важный момент поэтому если вам нужно искать в другом месте то здесь нужно указать путь туда в то место где вы будете искать итак я написал find дальше поставил точку ну и дальше указываю опции и что же я буду искать почем выполнять поиск да будем выполнять поиск по имени по имени да ну и собственно дальше я пишу что же я хочу найти я хочу найти файл текст и текст и до текста если у вас коллеги если вас там будут пробелы в названиях файлов то обязательно берите в кавычках но я заранее как говорится взял в кавычки потому что баш может интерпретировать это как уже другую команду поэтому в кавычках если в том что вы ищете название файла есть пробел и так нажимаем нажимаем и что я вижу ну и вот пожалуйста собственно все все тексты файлы которые есть у меня в домашней папке вот они здесь собственно и нашлись да то есть тут какие-то файлы есть и вот вот значит вот видите да супер нью файл текст и open ssl promo н текст и да то есть пожалуйста все файлы с расширением текст и нашлись то есть вот таким вот образом вы можете это дело все выполнять поиск дальше но вот еще один пример коллеги да то есть давайте точку заменим на что на слэш етк да то есть где искать в папке етк поэтому обратите на это внимание то что вы можете указывать вместо точки то место где выполнять вот этот самый поиск вы скажете что тут за ошибки коллеги это я работаю сейчас под пользователем юзер а ищу где ищу в папке етк оси юбс ссср ну и как результат получаю permission denied поэтому вот такие вот моменты могут быть если вы выполняете поиск под непривилегированным пользователям дальше чтобы как говорится не сбивать вас да не сбивать вас можно можно выполнить фильтрацию фильтрацию потоков и собственно вот избавиться от вот этих вот ошибок ну я думаю вы в курсе да наверное про это если не в курсе то напишите не в курсе и мы отдельно сделаем мастер-класс и так я пишу файн слэш етк name потом ставлю пробел 2 перенаправить и куда дэв ну значит что я делаю я перенаправляю поток вывода ошибок в дэв ну и соответственно если я нажму enter посмотрите вот пожалуйста красивый поиск без каких-либо ошибок и как говорится ругательств что что-то моя там что я куда-то там не имею доступа на то есть вот таким образом вы можете это дело все отфильтровать ненужные ошибки вы скажете а если все-таки нужно мне искать в тех файлах в тех папках куда мне не пускать ну тогда коллеги нужно запускать под суда под судом тоже важный момент на это тоже хочу обратить внимание и так коллеги в кого-то значит если вот что еще хорошо мне нравится в команде find то что вы можете искать что-то по то есть можно указать конкретно вы хотите найти файлы или папки да то есть вот вот или директории да поэтому поэтому опция может поменяться ну давайте тоже пример find опять таки в текущей папке в рабочей папке буду искать да ну и соответственно пишу type d type d это означает что я буду искать абсолютно все папки которые есть меня в меня на компьютере да ну и можно усложнять коллеги да точно так же можно написать там name и написать какое-то там не знаю имя там док например там да вот ну вот папки док у меня нету в системе да вот но вы можете усложнять собственно таким образом как бы вот то есть это все опции могут наращиваться наращиваться и так едем дальше значит коллеги если у вас все получилось с файдом как у меня пожалуйста напишите цифру 1 и это означает что вы супер молодец но мы будем продвигаться вперед продвигаться вперед и так следующая команда с которой мы познакомимся это команда локейт соответственно ищет по названию вот но но в чем преимущество команды локейт в том что результат выводится мгновенно вот так вот да то есть если вас там несколько терабайт диск там или хранилище или их сетевое хранилище которое там может быть медленная то вот команда локейт идеально подходит то есть преимущество локейта в сравнении с файдом то что локейт мгновенно ищет за счет чего коллеги за счет того что локейт накануне выполняет индексирование индексирование то есть есть некая база база всех файлов папок там до имен и соответственно локейт ищет по этой базе ну вот собственно за счет этого и получается быстро поэтому тоже рекомендую еще раз если вас особенно большое большое какое-то там вот хранилище итак давайте попробуем значит локейт локейт значит help точно также да то есть вы можете дополнительные опции почитать какие здесь есть пожалуйста вот они перед вами вот поэтому поэтому тоже есть весьма интересные опции пожалуйста коллеги тоже взгляните на это дело вот ну и давайте мы тоже воспользуемся собственно что-нибудь поищем и так что я буду искать я буду искать локейт локейт ну например май с кейтам и собственно нажимаем enter и пожалуйста вот я нашел собственно все файлы вот в которых есть имя mysql 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 клиент mysql сервер там да то есть вот пожалуйста mysql аух значит mysql vim ну пожалуйста вот я это дело все нашел ну вы обратили внимание как быстро там то есть вот реально быстро это дело все ищется вот за счет чего за счет того что еще раз используется уже база данных которые в которую выполнено индексирование что это означает на практике это означает что если вы вот прям сейчас что-то скачали куда-то положили то найти этот файл не получится почему потому что базу данных вот эту нужно обновлять так вот коллеги что важно то что локейт обновляет базу данных индексирования раз в сутки обычно в полночь обычно в полночь но вы можете руками выполнить запуск индексирования вот этой самой базы данных файлов как же это выполнить это пишем суда суда ну а дальше команда апдейт дебе апдейт апдейт дебе ну и собственно нажимаю enter дальше нужно ввести пароль 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 ну и собственно индексирование я запустил сколько это займет по времени зависит от вашего хранилища но и от быстродействия компьютера ну и собственно вашего хранилища таким образом когда закончит непонятно когда но скоро закончат скорее всего там то вы можете опять воспользоваться командой локейт и найти нужные вам файлы или то что в этом собственно ищите вот такой вот важный момент дальше ну вот здесь вот тоже примеры локейтом это можно подсчитать сколько там файлов или чего-то там нашел этот самый локейт а для этого есть опция минус c каунт вот каунт да то есть минус c моя сквель ну и соответственно вот он нашел там 13 файлов да то есть вы можете таким образом тоже это дело использовать чтобы найти нужную вам информацию здорово здорово и так коллеги кто воспользовался локейтом в кого получилось как у меня пожалуйста напишите цифру 2 в чат и это означает что вы супер молодец и соответственно вот будем двигаться вперед а еще раз преимущество локейта то что быстро ищет за счет накануне выполненного индексирования поехали дальше следующий инструмент с которым мы поработаем эта команда греб но греб собственно значит предназначен для фильтрации вывода в основном да но греб очень хорошо можно использовать для поиска ну и особенно для поиска по содержимому файли да то есть еще раз греб может найти те файлы внутри которых есть то что вам нужно то что вам нужно да поэтому собственно коллеги рекомендую если нужно именно искать по содержимому и так ну что давайте попробуем что-нибудь поискать значит вот я делаю там греб греб да вот ну а дальше то что я там хочу найти например кат вот ну а дальше где где то есть вы должны указать где вот но но вы например не знаете где поэтому вы ставите например слэш там я т.к. и дальше ставите звездочку да то есть искать во всех файлах слово кэт вот в папке я т.к. итак нажимаем enter ну и вот смотрите как красиво это дело все мне выявила да значит вот в сис систем ктл мы нашли кэт верификация да вот он да дальше где то вот здесь ошибки перми шин дэнайт видите да то есть ошибочки есть дальше сигена аут синых си синых гнот конв анкоменд это дадут эту локейшн фу сингон деби да значит ну что нужно подправить это все дела коллеги до поэтому я выполню я выполню перенаправление поток потока ошибок в дэв ну дэв ну вот таким вот образом да ну и соответственно давайте нажмем и пожалуйста вот такой вот красивый вывод у меня получился да то есть вот мы по находили кэт кэт по находили где мы кэт только нам не нашли да то есть вот пожалуйста мы это дело все по находили много 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 если сильно много то что нужно то нужно будет скорее все перенаправить это дело все в лес и так если результат вывода прям длинный большущий немеряный то тогда ставим пробел вертикальный слэш и пишем лес и перенаправляем это дело все в пейджер пейджер помните это программа которая постранично выводит текст ну и вот пожалуйста да единственно важный момент то что после перенаправления в в лес не будет выделена цветом да то есть вот смотрите первая строчка эд юзер конв ну и слова кэт у меня вот она да и лакейт административ системы каунг групп сдан дальше вторая строчка с ищем где-то такет кэт вот от лакейт вода то есть цветом не выделяется при перенаправлении в лес вот такой момент то есть еще раз если нужно искать по содержимому то лучше команды греб ну мне кажется человечество ничего не придумала поэтому берите пользуйтесь гребом вот вот такой вот штука дам ну или вот пример там поиск слова юзер где-то там файли gtk посвд но вы можете искать и во всех файлах да то есть давайте такой пример сделаем и так греб ищем там слова например рут где в папке gtk да и gtk да вот так вот да и соответственно нажимаем enter ну и вот я вижу да я вижу где у нас так еще раз вот она где нашлось да ну ошибки ошибки нужно отфильтровывать коллеги а вот поэтому ставим 2 перенаправить в д в но давно и соответственно пожалуйста вот нашлись все файлы внутри которых есть слова рут да то есть вот пожалуйста там да лога тейт конк рейд рут юти но да 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 ну то есть пожалуйста все это дело находится и вот можно таким образом это дело все находить да то есть вот немного на самом деле файлов внутри которых есть слово но тем не менее вы можете вот так вот искать и так коллеги в кого получилось как у меня искать по содержимому пожалуйста напишите цифру 3 это означает что вы супер молодец и вы научились вот выполнять поиск по содержимому с помощью команды греб да кстати хотел бы подчеркнуть то что здесь в статье есть ссылка 12 практических примеров греб этом если вы хотите более детально то вот собственно по гребу вообще много всего ну и как бы мне кажется такой достаточно сложный инструмент потому что есть греб обычный есть расширенный греб есть фаст греб там ну и так дальше то есть по гребу можно мне кажется отдельно даже курсы целые сделать вот но коллеги еще раз хотите потренироваться то пожалуйста все это дело выполнять ну а я собственно двигаюсь дальше итак следующая команда вы ч вы значит она используется для определения местоположений другой команды файловой системе то есть еще раз вот вы используется если вы ищете именно команды вот такой вот важный момент то есть в линуксе на самом деле достаточно много разных инструментов для поиска и каждый из них заточен под что-то свое вот вот такой вот собственно важный нюанс таким образом давайте попробуем воспользоваться вичем и посмотрим что мы понаходим значит что важно то что вич может возвращать три значения если мы нашли команду команду до ее можно выполнять то возвращается 0 единица если одна или несколько команд не существует или выполнится не могут вот ну и двойка если какой-то недопустимый параметр да значит это все можно узнать в в в ман странице так man which вот вот из так man вы чем вы что промокнулся вот она да и здесь в мане все написано поэтому пожалуйста тоже посмотрите коллеги man небольшой но вот то что самое важное то пожалуйста здесь это дело все есть итак поехали значит будем искать какую-то команду да то есть вот вы хотите найти какую-то команду этом давайте вычь вычь какие у нас там есть команды давайте кэт например то да опа и что мы видим то что кэт находится в слэш бин слэш кэта дальше лс давайте поищем где у нас лс то же самое там да давайте посмотрим где у меня баш находится бин баш вот пожалуйста коллеги да то есть вот еще раз команда вычь именно выполняет поиск по командам дальше если использовать опцию эй то можно вывести совпадающие имена путей тоже бывает иногда полезно и так вычь минус эй ну и какой здесь в примере то что я вижу что тач у меня на самом деле два тача usr бин тач и бин тач вот вы скажете что это разные тачи не скорее всего честно говоря я не знаю но скорее всего что это значит скорее всего что это ссылка одного тача на другого да ну вот видите я сделал с минус л и я вижу что это линк там это софт линк на бин тач ну такой вот тоже можно кстати поискать и расковырять потом тоже опция минус эй полезно потому что может искать выводить несколько команд которые было найдено и так коллеги в кого получилось как у меня воспользоваться вы чем напишите цифру 44 еще раз вы чуть или то которая позволяет искать именно команды команды очень здорово на самом деле и так едем дальше следующая утилитовая рис соответственно показывает местоположение исходного ну или бинарного файла каких-то разделов man например там да для какого-то команды вот для какой-то команды то то есть вот такая вот интересная штука новая рис похож на find да ну дает более точный результат и быстрее быстрее и так если нужно дополнительно опции узнать то соответственно в рейс минус минус help можно почитать да соответственно тут вот весьма полезные вот опции там да в этом там например искать чисто man страницы да то есть вот выбежите минус минус значит минус м доман страницы вот они то есть коллеги тоже посмотрите что вы могли этим делом воспользоваться и так ну что поехали значит значит ну вот точно так же да значит в из значит минус м лс там ну вот пожалуйста я нашел man страницы лс до лс а ну можно не только man страницы вы можете и так как говорится поискать значит вот 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 так например там да ну и вот пожалуйста система мне выводит что вы лиз находится что вас находится слэш бин слэш лс то есть вот таким образом вы тоже можете это дело все искать здорово здорово да то есть тоже полезно или из значит кого-то mc видать командах ну вот пожалуйста по бинной команды тут немного чего вот и собственно бинарники вот пожалуйста нашлись тогда и файл конфигурации где находятся и библиотеки вот конкретной команде да вот и собственно значит примеры там какие-то там до веса шагом c можно посмотреть то есть тоже весьма полезно то есть это не просто там что-то там а вот по конкретной команде вы находите нужную вам информацию вот такая вот полезная команда в рис и так коллеги в кого получилось как у меня пожалуйста напишите цифру 5 это означает что вы супер молодец и собственно вы научились с помощью выреза искать файлы вот бинарные библиотеки ну или ман страницы к конкретной команде конкретной команде таким образом коллеги у нас сегодня все пять инструментов получилось вот к вам задача большая чтобы это дело все проделали потому что еще раз вот все это практика в конечном этапе вам придется продавать свои знания умения навыки вот поэтому пожалуйста тренируйтесь и так коллеги для кого был сегодня полезный мастер-класс оцените его лайком впадобайкой ну или нравлика что еще важно коллеги то что все мастер-классы делаем по вашим заявкам поэтому вот если для вас интересны какие-то там темы какие-то команды может быть какие-то нюансы дай ведь нюанса много на самом деле да вот ничего сложного но посмотрите каждая команда для поиска она заточена под конкретные задачи и она идеально работать для тех задач поэтому предлагайте темы для будущих мастер-классов ну и собственно подписывайтесь на наш youtube канал и мы с удовольствием для вас будем проводить такие вот занятия но если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем то я вас приглашаю к нам на курсы где вы сможете с помощью вот такой вот метода обучения леным байдуин обучение на практике или практического обучения все это дело проделать вот так вот не спеша несложно освоить весь этот достаточно сложный материал на выходе вы получаете международные сертификаты цифровые бейджи ну и что самое важное мы еще помогаем с трудоустройством поэтому добро пожаловать и с удовольствием вот научим вас работать с линуксом например а на этом все коллеги ассалам алейкам спасибо большое что были со мной на протяжении этого мастер-класса помните что сила в единстве поэтому если что-то не получается то пишите комментарии под видео я их читаю я на них отвечаю ну и предлагайте темы для будущих мостик мастер-классов на этом все до свидания